Слава Леонидович, а скажите, пожалуйста, если женщина не замужем, и у нее мешают детей, можно ли взять ребенка детского рода? Сколько лет? Так, ей 41. 41? Ну, если нет никакой возможности уже, то почему нет? По карме детьми считаются те, кого мы родили, те, кого мы приняли и те, кого мы воспитали. Все это дети. Поэтому, если, например, нет уже возможности своих детей иметь, то можно спокойно брать детей. Никакой проблемы в этом нет. Если нет возможности брать детей, то можно спокойно воспитывать других детей. Где-то работать в водицком садике или в школе. И сразу вся вот эта энергия женская, она будет задействована. И все они будут считаться детьми. То есть это все дети. То есть их даже в некоторых культурах так и называют мать. То есть мать, которая родила, мать, которую я воспитала. Мать, которая обучала, это все мать. Это все материнская энергия. Поэтому да, это один из вариантов. Почему нет? В общем-то, мы должны понять, что сама вот эта концепция материнства, она не грубая концепция. То есть даже когда ребенок рождается, то это не значит, что он наш. Что это вот кровинушка моя. Никакая она не кровинушка. То есть там абсолютно душа, которая пришла откуда-то. Со своим характером. Со своими желаниями. Со своим планом. И потом это будет очень долго доказывать. Очень долго и уход. Что у нее своя жизнь. Вот это все. Свои желания. То есть это не чистый лист бумаги, который создают мама и папа. А это сразу же характер. Это сразу же прошлое, которое проявляется. Это привычки, которые просыпаются из будущего, из этого прошлого. То есть это просыпающаяся личность. Поэтому по карме ребенок может родиться. По карме он может прийти от других родителей. Будьте сыновлены, дочерены. И по карме это могут быть те, кто входит в наше воспитание. Причем больше мы передаем тем, кто входит в наше воспитание. Потому что с детьми мы немного времени проводим. Чуть-чуть понянькались и все. И он пошел уже. Пошел, 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 пошел. В эти садики, в школы, в институты. Мы его уже не видим. А вот те, кого мы воспитываем, у нас есть возможность на него влиять. Вот мы с ним реально часы проводим каждый день. Много-много часов. То есть они больше получают, чем дети родные. Те, кого мы воспитываем. Поэтому тут еще вопрос. Где мы можем больше реализовать свою материнскую природу. На природу воспитательницы. То есть если мы хотим просто родить, то это одно. Это грубое немножко чувство. То есть оно такое. Не обязательно его прямо реализовывать. А половина населения не рожает. И ничего, никакой проблемы нет. А настоящее материнское чувство – это что-то вложить. Это передать. Передать. То есть мама – это первый гуру. И поэтому, если нет своего ребенка, вполне можно кого-то воспитывать. И полностью эта материнская энергия будет реализована. Вот, пожалуйста, передавайте. Весь этот класс, он будет вашим классом, если вы в него что-то вложите. Сейчас преподаватели перестали что-то вкладывать. Только технику дают. Математика, физика, химия. А задачи преподавателя – культуру вложить. Сейчас немножко эта обязанность, она как-то утерялась. Но именно тот, кто больше времени проводит с ребенком, тот и обязан культуру вкладывать. Потому что через него эта культура передается. Сейчас сама семья очень мало дает. Не больше 10% на воспитание дает семья. А 90% – это внешняя деятельность ребенка. Где он там ходит, учится, общается. То есть семье сейчас, к сожалению, снялась эта нагрузка на воспитательное. Больше нагрузка регула на тех, кому он попал на воспитание. Поэтому это сейчас некоторая такая лотерея. Кому он попадет, кто его будет воспитывать. Кто ему там что вложит. Какие принципы. Скорее всего никаких. Сейчас скорее всего просто вообще ничего не хватает. Просто технические вещи даются. Хотя сама наука о обучении объясняет, что образование – это привитие образа мышления. То есть это образ мышления должен быть. То есть это не техническая вещь. А техническая вещь – это вторичная составляющая образования. Основа образования – это образ мышления. Как ребенок мир видит, как он к этому миру относится. Как он себя в этом мире видит. Кем он себя в этом мире видит. Ничего этого сейчас ребенку не дается. Ни в семье не дается, ни в обучении не дается. Поэтому как вы себя видите, так и поступаете. То есть если женщина себя видит как воспитывающая дома, значит она должна взять кого-то воспитывать. Никакой проблемы в этом нет. На Востоке просто меняются детьми. Там много рожают детей. Поэтому где-то много мальчиков родилось, где-то много девочек родилось. И эти скучают по девочкам, эти скучают по мальчикам. На 1 мая мы собрались и договорились поменяться. Раз поменялись. Мы вам одну девочку вынув одного мальчика. И все довольны и рады. Никакой проблемой. Легче к этому относится. У нас один ребенок в семье, поэтому мы себе даже это представить не можем. Какой-то детьми поменяться, что за ужас такой. Да не ужас никакой. Все счастливы, довольны. Должно же быть какое-то разнообразие. Поэтому реально поймите, что вы хотите дать. В трактатах очень четко говорится. Если родители не знают, как научить ребенка быть счастливым, они вообще не должны выражать. Они должны сначала разобраться, что такое счастье. Потому что если они знают, что такое счастье, они обрекают ребенка на горе. Они просто не могут ему счастье передать. А значит, ему горе передают. Поэтому вот в чем вопрос-то. Не как ребенка выучить, а что ему передают. Потому что ребенок это губка. Это принимающий организм. А родители это передающий организм. Что мы ему передаем? Какой опыт? Опыт чего? Опыт своих неудач? Опыт своих ошибок? Нет, мы его должны реальное знание о счастье передать. Вот это первичная задача. А так, в принципе, по карме все это равнозначно. Свой ребенок, принятый ребенок и обученный ребенок. Это три абсолютно по карме одинаковых проявления. То есть, например, мы в астрологии посмотрим в гороскоп женщина, и у нее там три ребенка. То это иначе, что это три ее рожденных ребенка. Это могут быть три усыновленных. Это могут быть три воспитанные. Это могут быть три вскормленных. То есть, это по карме одинаково воспринимается. Он все равно пришел. Как он пришел, это уже вопрос судьбы. Прийти может как угодно. Подбросить могут. Раньше, когда она подбрасывали, то не отдавали ребенка и считали это судьба. Ну, подбросили, значит, наш. Все, родился. Ой, родился. Ну, ребенок же так всегда появляется. Ой, ребенок будет. Айс принес, да. Ну, он либо так принес, либо так тоже. Открыли дверь. Вот, ребенок принес. Лежит ребенок. Все, его добрали, воспитывали. Никогда не отдавали. Понимали. Все, мы нашли, мы его будем воспитывать. Вот так родился, значит, судьба теперь. Сознание было более широкое в этом плане. Сейчас очень узкое сознание. Все, моя кровинушка. Все. А если не кровинушка, то все уже пошел вон. То есть, должно быть более широкое сознание. Вообще, родительское сознание, это всех детей воспринимать, как своих детей. Вот это родительское сознание. А воспитанный ребенок, всех старших, как своих родителей должен воспринимать. Вот это значит, что есть общество. Что есть в обществе культуры. И в некоторых странах еще это сохранилось. Реально сохранилось. Но ребенка не страшно, но в лицо выпустить. Потому что все взрослые его реально воспитывают, как своего ребенка. Все мужчины, как папу, себя ведут по отношению к ребенку. Все женщины, как мама. У нас чужой ребенок, все уже никому не интересно. Только мешает. Раздражает. Сейчас дети начали раздражать. Это значит, что культура падает. Ребенок не может раздражать. Но сейчас раздражает уже. Деградация сознания. Я ответил на вопрос. Еще раз. Вопрос такой. От мужчины. У вас всех, наверное. От кого вопрос? От мужчины. От мужчины вопрос? Да. Я думаю, что оси. А где этот мужчина? Он дивидировал. Свой вопрос. Спутник по жизни, партнер, муж, жена. Достается по камне или ты волен выбирать? То есть это выбор или это судьба? Это твой выбор? Сознательный или это судьба? Вам мягко сказать или сразу расстроить? Сразу, без предварительных. Нам кажется, что мы выбор совершаем. Нам дается эта иллюзия, чтобы мы думали, что мы сами его совершили, чтобы потом не было причин для расставания. Ну, я же сам этого человека нашел. Поэтому эта карма немножко скрывается от нас, завуалируется. Чтобы мы потом не говорили, что я этого ничего не выбирал, это все не мое. Я отношения к этому никого не имею, ты моя тяжелая карма. Поэтому все, я тебя отработал. Уходи. Обычно это не рассказывают, но так как мне уже уезжать скоро, через 20 минут. Поэтому я могу быстро все рассказать и уехать. Да. Мы бы обвиняли друг друга, если бы реально видели карму. Поэтому простому человеку не дано видеть карму. Окупание говорится, карма хитросплетена. То есть она так хитросплетена, что мужу и жене кажется, что они сами выбрали друг друга. Но правда карма такова, что это было известно еще до рождения. То есть это в момент зачатия уже было известно, с кем будет семья, сколько будет детей, чем вы будете болеть, сколько будет денег, кем будете работать и в какое время убрете. Уже это все было известно. Но именно это и нельзя людям говорить по законам астрологии, потому что они должны думать, что это их выбор, а иначе они будут все легко бросать. А у них будет причина, чтобы это бросить. Понимаете? Поэтому человеку дается иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Но это не значит, что можно выйти за пределы кармы. Можно выйти за пределы кармы. Развивая свою любовь, переводя ее на более высокий уровень. То есть что такое выйти за пределы кармы? Это стать бескорыстным. Карма это корысть. Карма это последствия наших корыстных поступков. Как только я начинаю действовать бескорыстно, карма заканчивается. Понимаете? Когда муж и жена что-то хотят друг от друга, они живут по законам кармы. Поэтому чувствуют влияние кармы. Это давление. Страдают. Ругаются. Недовольны. Что-то требуют друг от друга. Как только они становятся бескорыстными, ничего не хотят друг от друга, карма перестает на них действия. И они становятся счастливыми. Настоящая семья появляется. Но это уже духовный налог. Это уже не материальный налог. Это уже нужно духовно расти. Чтобы муж и жена духовно росли. Так вот, видимо, для этого семьи и создаются, чтобы духовно расти? Нет, семьи создаются, чтобы детей рожать. Но у них есть возможность духовно расти. Чтобы духовно расти, не надо вообще семьи создавать. Чтобы духовно расти, можно быть монахом всю жизнь. И будет намного лучше и легче. Легче? Легче, конечно. Понимаете, вот когда мы находимся в своем обществе, то есть мужчин находятся среди мужчин, у них все просто. Женщины находятся среди женщин, у них тоже все понятно. То есть, как только мужчина с женщиной соединяются, сразу проблемы начинаются. Поэтому семейное устройство, оно в принципе более сложное, чем монашество. В нем больше задач, больше неумолимости, больше технических каких-то вот таких решений. Дети появляются, родственники, машины, квартиры, этот очаг. У монаха из всей собственности только зубная щетка. То есть, он вот только о ней беспокоится. Где моя зубная щетка? Нет зубной щетки? Ну, нет, ладно, пальцем можно зуб потеть. На крайний случай. Еще лучше. Никакой проблемы нет. Поэтому для духовного совершенствования, если человек готов к духовной жизни, есть такое социальное устройство, как монашеское. Но, видите, люди не хотят духовно развиваться. Поэтому это удел избранных, их мало. Монах. Их не должно быть много. Потому что у большинства все-таки есть материальные желания. Есть желание попробовать карму на вкус. И все карму на вкус пробуют. Поэтому ходят немножко со сведенной челюстью. Попробовав карму на вкус. Потому что карма горькая. И попробовав карму на вкус, они понимают, что да, надо все равно заниматься самоосознанием, нужно духовно расти. Поэтому уже в рамках семьи начинают духовно расти. То есть, семья не мешает духовному росту. Не мешает. Никак. Да, но она не обязательна для духовного роста. То есть, не является обязательным. Это некоторая уступка. Уступка желания у человека. Это вот для нас, для всех. Поэтому сейчас мало монахов. Сейчас скорее даже не монашество. Сейчас больше старчество. Настоящее монашество это внутреннее монашество. Это когда монашество на уровне ума происходит. То есть, не когда мужчина отрекся от женщин. А когда он реально не думает о женщинах. То есть, он не видит женщин и женщину. Понимаете? То есть, так как мы видим в мужчинах мужчину, а в женщинах женщин, нам нужно семьи создавать. А монахов не видит в женщине женщину. И женщине даже обидно становится. Непонятно. Оскорбительно. А он просто не видит и все. Вот это монахов. Такие редко встречаются. Но они реально есть. Он просто не видит и все. Не понимает, что это женщина. И тогда, следовательно, еще один вопрос. Очень много одиноких девушек. Очень много одиноких мужчин. Каждый рисует себе образ желаемого спутника, партнера. Загадывает, хочу, такими качествами, чтобы характера обладал. Исходя из концепции, да? Ну, бессмысленно. Все равно по камне ты получишь того, кого ты заслуживаешь. Загадывай, моя золотая рыбка. Не загадывай, какого бы ты хотел. Ты получишь того партнера, которого заслужил за счет прошлой своей деятельности. Я правильно вас понимаю? Ну да. Почему-то сразу Путина не загадать. Нет, ну просто многие же там тренинги. Если уж загадывать, то Путина, правильно? Я просто так вот. То есть это некоторое наше такое развлечение. Иллюзия, опять же. Загадывание, да. Загадывай, не загадывай. То есть так мы на работу идем устраиваться и можем загадать, что у нас министром зайдем. Но у нас будут либо дворником, либо следствием. Идите, что за работу. Да. Хотя мы, конечно, загадываем быть все. Знаете, как все хотели быть космонавтами. Сейчас тут ползала сидит, которые наживали быть космонавтами. И что-то с космосом какие-то проблемы, да? Вы заметили? Как-то что-то в космос не берут. Поэтому мечты, это некоторая, конечно, вещь такая развлекательная. Но в действительности надо не над мечтами работать, а над своим характером. Потому что если мы над собой работаем, то и карма немножко меняется. Слегчается аспект. Она меняется. Карма реально меняется. Настоящее меняет будущее. Настоящее меняет будущее. Поэтому у нас есть время, чтобы поменять настоящее. И тогда будущее тоже изменится. В этой жизни. В этой жизни. Уже в этой жизни. Ну, как же. Конечно. Мы можем прямо сейчас поменять свое будущее. Какая проблема? Мы чем, собственно говоря, занимаемся? Если бы мы не могли менять свое будущее, зачем-то нам тут вообще насобираться и о чем-то разговаривать. Нужно просто дома сидеть и есть пиццу. Пицца вкусная. А мы тут сидим, пиццу не ездим. О чем мы разговариваем? Именно об этом. Что делать в настоящем, чтобы наше будущее изменилось? Почему? Потому что мы чувствуем, как наше прошлое давит на наше настоящее. Как оно реально нам мешает жить. Поэтому есть воспитание. То есть родители могут задать своему ребенку более приятное будущее. Более успешное будущее. Просто его воспитав. Дав ему хорошее образование. А иначе не надо было бы воспитывать детей. И обучать их. Все равно все покармить. Нет. Есть свобода выбора. А есть некоторая неумолимость. Неумолимость это то, через что нельзя переступить. Поэтому есть какие-то границы, понятно. Через голову не перепрыгнешь. Но в рамках этих границ мы абсолютно свободны. Это похоже на дорогу. Дорога с несколькими полосами. Там четыре полосы. И за рамки дороги мы не можем выезжать. Там столбы. Там овраги. Но по этим четырем полосам мы можем манипулировать, передвигаться. Есть левая полоса, более быстрая. Есть правая. Для тех, кто медленно ездит. Пожалуйста. Мы можем манипулировать свою жизнь. Можем быстрее двигаться. Можем медленнее двигаться. Можем создавать аварийные ситуации. Можем не создавать. Понимаете? Но за границей, да, не выйдешь. Не нужно за них выходить. Есть эти границы. Мы их реально чувствуем. Поэтому чувствуйте свои границы. Но внутри границ действуйте. То есть, например, у нас сегодня есть граница. Там с шести до девяти у нас есть свободное время. Вот наши границы. До шести мы работаем. После девяти нужно домой. Вот это карма. А что я буду делать эти три часа? Спать или внимательно слушать? Это наш свободный выбор. То есть, мы можем эту лекцию проспать. А можем ее внимательно прослушать. И наша жизнь изменится. Реально поменяется. То есть, мы должны четко понимать эту свободу выбора. Она есть. Мы можем меняться. Как же не можем? Можем. Но некоторые вещи предопределены. Поэтому какие-то болезни приходят. Хотите вы, не хотите. Поэтому через свою зарплату иногда не перепрыгнешь. Нужно находиться в этих своих рамках. И ничего не сделаешь. Все хотят быть миллионерами. Ну и что? Есть срок жизни определенный. Пришло время. И все. Хочешь, не хочешь. Бог дал, Бог взял. То есть, нужно к этому спокойно относиться. И понимать, что некоторые вещи уже заранее прописаны. Такова жизнь. Ничего не поделаешь. То есть, мы не можем с этой планеты никуда деться. Тут уже наша планета. Нужно на ней жить. Это не так, что я такой свободный, что могу все менять. Все не могу. Но свобода для того, чтобы менять свое будущее, мне дается. И мы этим занимаемся очень активно. Очень активно этим занимаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!